Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. Снова у нас Аня Настя. У них вышел новый видеоролик. Ну, у вас и мнение. Хотим и шокаем. Мы снова в саду у Марины беженцы из Украины. Начинается, ребят. Опять они отчитываются. Вот не могут они, чтобы не отчитываться каждый день. Здоровается Анька. Привет дорогим зрителям, да, и подписчикам. Кто не подписался, рекомендуем подписаться на наш канал с уникальным контентом. Ой, пипец, ребят, контент уникальный. Ну, забыла она сказать, что уникальный он в кавычках. Точно так же, как и в кавычках уникальные блохерши. Хотя, ну да, что-то в них есть уникальное. Это уникальная тупость. Продолжаем, говорит, находиться у Марины и разводить бардак. Вот это да. Потому что, ну, собственно, они на больше не способны. С одного угла перенесут в другой, и у них это порядок. Анастасия, говорит, тоже здесь. Сегодня Анастасия будет подстригать Марину, и тут Марина развопелась. Говорит, подожди ты с этой стрижкой. Говорит, такой бордель. Ужас. Ана со стрижкой. И правда, что тут надо убирать. А этой быстрей контент. Контент Настяка будет подстригать. Прикиньте, уже второй видеоролик. Анька аж дрожит. Надо же, контент. А придумать нечего. Все гребут, гребут у этой Марины. Еще больше мусора там развозят, нежели выгребут. Да. И поэтому Аньке очень уж захотелось, да, что-то новенькое на Настике и Марине записать. Дальше Анька сообщила, да, такую новость, такую новость, что Настяка голову помыла. И говорит, сейчас завоняется вся. Ну и Настяка сказала, не могу, волосы жирнятся, жирные, поэтому и помыла. Угу. И пофигу, что завоняется. Вот уж тема так тема. Дальше, опять же, надо хейтеров зацепить. И хейтер оказался с Киева. Представляете? Вот свои хейтерят по полной Настику с Анькой. Из-за того, что они шокают. И говорит, вот шокают безграмотные люди. И этот человек из Киева написал. Он, похоже, в Киеве очень грамотный, да, что решил унизить девок, землячек. А Анька говорит, шокают не только в Харькове. И не только, да, безграмотные люди. Шокают везде. У нас, кстати, тоже, ребят, шокают. Но шокают больше, наверное, в каких-то там маленьких городах, в деревнях больше всего. А так нет. У нас говорят больше на русском языке. На белорусском. Ну, только я говорю, вот в деревнях шокаю я тоже. Но шокаю специательно. Да, чтобы, ну, наверное, мои обзоры были как-то повеселее, поинтереснее, что ли. В жизни я не шокаю. Нет у меня такого. И я не разговариваю по-деревенски. Как обычно, знаете, бывает такое, что вот живёшь в деревне и разговариваешь по-деревенски. Я живу в городе. Хотя у нас очень много рядом деревень, прям вокруг города. И очень многие люди говорят с деревенским акцентом. То есть добавляют деревенские слова. Я с кем-то, когда говорю, я могу, да, использовать какие-то слова смешные, деревенские. Но вот в общении со своими родными нет. И друзьями как-то, вот кто говорит просто на русском, нет. Я не использую какие-то там, ну, скажем так, слова с местного диалекта. Кстати, по поводу шоканья. Ну, действительно шокают люди, которые живут в деревне и, ну, где-то, может быть, рядом с деревней. И шокают, не скажу всегда, что по причине безграмотности. В нашем случае, наверное, скорее всего, так и есть по причине безграмотности. Ну, мы же знаем, что Анька, что Настяка, они же вообще неграмотные, необразованные. Кроме как повозмущаться, да, они ни на что не способны. Нет, еще пожрать. И Марина забубнила за кадром. Это люди, которые хотят поднять свою самооценку. Да, которые говорят на других людей, что они безграмотные. Ну, и Настяка, слышно, рот раззявила. Но Анька сказала, что долго об этом не будем разговаривать. Ну, это про шоканье. Марина пошла за водой, значит, надо заниматься делами. А не трындеть про шоканье целый видеоролик. А можно было бы и не трындеть про шоканье. Но просто потрындеть не о чем. Ну, и Настяка сидит и трындит, что вот, надеюсь, сегодня буду подстригать. Я взяла с собой и термозащиту, там еще что-то, да. И, значит, не ножницы она взяла профессиональные, а только что-то там для волос. Можно подумать, Марине это нужно. Ну, что ей там нужно? Она все равно с жирной башкой постоянно ходит. Ей лишь бы состричь ненужное. Дальше сидят и едят жареную картошечку, курочку. Анька отказалась от еды, представляете? И Анька, слушайте, сидит и говорит, что ей рукола пахнет, но не ест. Ну, я думаю, что она уже просто поела. Просто поела и сидит, снимает, а прикидывается, что она не ест. Якобы картошка-то жареная, и это не полезно. Настяка вон мигом-мигом все слезала с тарелки. Ну, а Марина сидит и ест, и в телефоне зависает. И причем она сказала, как она Аньке сказала, что, ну, извините, якобы, другого там нет, что есть. Анька, видимо, объявила бойкот. Хотела в китайский пойти, но когда уже все приготовили, какой китайский? Марина правильно сказала. Какой? Завтра пойдем. Ну, и там они уже на немецком понты кидали, что, типа, вот, ты обещаешь, но, ну, типа, завтра мы все равно никуда не пойдем. Ну, и дальше говорит, завтра у меня, говорит, термин, термин к другому врачу. Ну, и говорит Анька, там мужчина, посмотрим, что скажет он. Анька, наверное, думает очаровать мужчину доктора, чтобы быстрее, быстрее ей назначили операцию. Дальше показывают кактусы, которые у Марины там растут. Ну, уже не знают просто уже куда тыкать эту камеру, что показывать. А такой бардак там в этом дворе, это просто жесть. Такой срач, когда освободили этот гараж, сколько там хлама. Там и правда, если разгребать, то точно работы на месяц. Там, ну, просто ужас, я такого еще не видела. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.